Всем привет! Вы на территории Империи 2! И сейчас я не могу отказать себе удовольствие, чтобы спросить у всех хейтеров, критиков и ебланов. И где этот ваш хваленый Абаскаль? Где его ваша хваленая игра, разрывающая абсолютно всех? Схуяли, Абаскаль, вот так играя против Урала, абсолютно на равных, должен был выигрывать этот матч. Да, Мешков отменил чистый гол, но по игре счет был 2-2 по игре. И то, что матч закончился именно в ничью, это закономерно. Потому что Абаскаль к Уралу Гончаренко бой не готов. Не знаю, будут ли готов в кубке, там им еще дважды играть друг с другом. Но Гончаренко уже сейчас, уже здесь, стоит заметить, тогда, когда надо, доказывают и показывают, что он боец. Самый настоящий его не пугает и не страшит имя оппонента. Я еще раз говорю, точно так же его не будет страшить имя Сергея Симака. И Зиниту будет примерно так же непросто, но, как и в случае с Рассовым, мой пробел с такой, что индивидуальное мастерство наших лидеров решит исход матча. И итог будет все-таки победа Зинита. Ну, а что касается Спартака. Великий Абаскаль. Гениальный тренер. Первые полчаса игры просто провалил. Это признают даже спартаковские болельщики. Просто взял и провалил до гола в лута в спинате. У Спартака не было вообще ничего в атаке. Потом был какой-то момент, потом Игнатова гол отменили. Не знаю, честно, подъел отменили, не подъел. Но, еще раз говорю, игра была равной. В случае с первым голом Спартаку повезло, что там рикошет вмешался в пользу красно-белых. Во втором тайме я ожидал, что Абаскаль все-таки переломит ход матча, что по игре Спартак прижмет уральцев своим воротом и будет доминировать на поле. Но этого не случилось. Команда по-прежнему играли в равный футбол. По-прежнему Кончаленко ничем не уступал Абаскаль абсолютно. И вот вы все, те, кто надеялись, прямо вот так ночами не спали, надеялись, что вот Абаскаль сейчас на волне вот этой вот медиашумихи прорвется к первому месту, что самое главное мы на волне этой медиашумихи будем играть в своих матчах нервно, дерганно. Будем отступаться. Вы всерьез рассчитывали на то, что это случится? Вы всерьез, блядь, рассчитывали на то, что даже если бы Гол Соболева засчитали, мы бы отступились с Нижним Новгородом? Не отступились бы мы с Нижним Новгородом. Почему? Потому что у нас есть Вика раз, и потому что в целом команда в команде остановка спокойная два. И такой зенит, как сейчас, своего не упускают. Именно поэтому уже сейчас многие эксперты говорят, что в зенит уже чемпион. Почему? Потому что объективных предпосылок, которые позволяли бы говорить, потому что кто-то в чемпионскую борьбу вмешается, ни у кого нет. Почему? Потому что зенит, опять же, справляется с собой. И отдельно я хочу передать привет Александру Соболеву, Сашка Соболеву. Ну что, пизданул ты в интернет, что зенит вам не соперник, что соперник вам в ЦСКА. Болейщики Спартака вслед за Соболеву. Вы говорили, что зенит для вас никто, а вот москва-баски дерби они важнее, да? Говорили? Ну что, соперничьи теперь с мусорами и с конями. Мусора уже подобрались. Подобрались к вам до расстояния 5 очков. Конь, я не знаю, сейчас подберутся или нет, они играют в Сочи, пока ничья 0-0. Но мусора вам легкой жизни точно не обещают. И если дерби Спартак Динамо закончится в пользу белоголубых, то возможно, что вам придется попрощаться с мечтами о медалях вообще. Это будет просто пиздец. В любом случае, то, что уже сейчас. Вот эти вот московские команды вам, самые ближайшие конкуренты по таблице. Это говорит определенно о том, что Зенит, конечно, вам не соперник. Ваш уровень. Это Динамо, ЦСКА и Ростов, да. Желто-синий Ростов. Валера Карпина. Это ваш уровень. Вот и все. А Зенит вам не соперник. Вернее, вы Зенит не соперник. Но можно ли повернуть так, что это Зенит вам не соперник? Это он слишком хорошо играет, что... Ну что? С Зенитом не соперник, да. Соперничайте дальше с Динамо, ЦСКА. И да, можете еще посоперничать с Локомотивом. Он в Локомотиве Дзюба. Дзюба Ростова забил трешку. Дзюба, если все Локомотивские матчи, ну, кроме, пожалуй, игры с Зенитом, будет доводить до побед, то вполне возможно, что к концу чемпионата его паровоз уже догонит ваш боссовый Спартак. Соперничайте, блядь. Динамо, ЦСКА, Спартак и Локомотив. А да, еще можете в следующем сезоне... Торпеда 300% вылетит с ФНЛ. В следующем сезоне вы можете соперничать еще и с Торпедо. Ну, или не как через сезон. Потому что... И Спартак, и Динамо, и ЦСКА туда... И Лока, да, Лока туда же прихватить. Соперничайте друг с другом, а Зенит вам не соперник.